Как-то разговаривал с одним опытным в духовной жизни священником. Спросил, почему так трудно доверять Богу. И он ответил, потому что мы не доверяем людям. Бог далеко, а люди рядом с нами. Когда мы относимся к людям плохо, значит, так же мы относимся к Богу. О людях обычно мы судим по себе, видя в них то, что есть в нас самих. Свои грехи, привычки, предпочтения, недостатки. От этого так трудно выстроить отношения с теми, кто нас окружает. Из-за этого мы попадаем в неприятности и часто совершаем ошибки. Мы непостоянно изменчивы и ненадежны. И из-за этого то и дело, как следствие, подводим других. И чаще самих себя. А когда не доверяешь другим, тебе тоже доверять не будут. Такой духовный закон, какой мерой меришь, такой и тебе отмерится. Для грешника все вокруг грешники, для святого святые. Лукавое ухо даже на солнце найдет пятна. Люди могут быть какими угодно на самом деле хорошими, но если в моем сердце мрак, чего доброго в них я и найду. Из этого состояния обращаемся к Богу и тоже не доверяем. Вот чтобы выйти из этого порочного круга, надо начать сначала с отношения к людям и к себе. Нужно стараться не замечать чужие недостатки и проступки. И наоборот, стараться видеть хорошие дела и достоинства других. Учиться радоваться чужим успехам, не злорадствовать в чужих неудачах. Стараться быть терпимее, добрее и проще к другим, а к себе построже. Это не так трудно, главное начать. Станешь таким, кому люди начнут доверять, и твои отношения с Богом тоже изменятся. Чтобы узнать волю Божью, нужно читать Евангелие. Там Господь ясно показывает, что ему угодно, а что нет. Если Евангелие стараться прилагать к своей жизни, то мало-помалу человек начинает жить по воле Божьей. От этого обстоятельства жизни и всего, что вокруг происходит, перестанут быть поводом для недовольствия и негатива, а наоборот станут поводом для радости и благодарности. Такие дела.